Нагнал немного температуру в трейлер Хочу его вычистить Перед тем, как поеду на пикап Не хочу, чтобы по прибытию туда Мне сказали, надо ехать на море Чтобы не терять время Сейчас уберу мелкий мусор и погоню Трейлер был не особо грязный Но было много пыли И мелкие куски от сломанных палетов В общем, сейчас все более-менее чисто Я погнал Я нагнал немного температуру в трейлере Но я даже не представляю, что было бы со мной Если бы я оставил температуру на том уровне На котором она была 85 градусов На улице где-то 33 Ехать мне до пикапа 173 мили Если в милях Если в часах, как я привык То Пикап у меня в 8.30 вечера Прибытие показывает сейчас в 8.07 Есть время запаса Но если я буду двигаться пару миль экстра По спидлимиту То я сэкономлю какое-то время А мне придется сегодня покрыть дорогу туда В 8.30 загрузиться Сколько меня будут там загружать Потом хотя бы часов 5 проехать в обратном направлении Получается практически по тому же самому маршруту Потому что я поеду на Пенсильванию И мне надо будет проехать этот же самый участок Чуть дальше Возможно поеду уже до какой-нибудь сервис плазы Индиане Чтобы на завтра У меня время бы хватило покрыть Это расстояние Приехать на доставку Лечь спать С утра сделать доставку А после этого уже поехать С чистым локбуком На следующий пикап Ой, ну это прям челлендж какой-то Время прибытия уже показывает 8.20 Осталось 10 минут запаса Доехать А ехать мне еще 163 мили Либо 2.5 часа В общем челлендж еще тот Успею ли я доесть арбуз до того, как я приеду По этой же самой дороге Где-то недалеко от этого места Я ездил на драк Драк рейсинг В общем трак 402 метра Но об этом я расскажу в одном из следующих роликов Драк рейсинг Здорово, Овашка Я на месте Все Все вовремя 8.25 Все? Ты все, спадки ложишься? Глазками это что-то вы хотите Типа знак согласия, да? Да, да Так как бы да, но как бы нет, да? Еще немножко сейчас мозги подделаю Да нет, две игрульки, вот одна Надо играться на играться, может я второй Который тоже Два активайзера такие Иначайзера Спустя час уже стемнело Стемнело довольно-таки быстро И дверь мне пока так и не дали Сказали пока ожидать в своей очереди Взяли телефон Установить температуру на минус 10 Сделать прикол И по-моему они ждут пересменку Потому что он один там остался На этой базе Один человек, который грузит А доков здесь Ну так 8-10 Когда я дождусь своей очереди Пока неизвестно Но он сказал, что это займет Примерно часа два Три Надеюсь, что загрузят меня Быстро И у меня будет сегодня достаточно времени Покрыть те излишки Которые я не смогу покрыть за один раз Так как Мне до доставки ехать Часов, наверное, 16 Поэтому мне сегодня надо покрыть Хотя бы минимум часов 5 А время тикает Я уже, наверное, 4 часа, как открыл локбук Около 4, может чуть больше Наверное, ближе к 5 уже Поэтому Надо, чтобы побыстрее не раскидали Проехать 5 часов Лечь спать И опять придется ехать Правда, через ночь Завтрешню Чтобы успеть на доставку вовремя В Пенсильманию Ужасно здесь холодно на лавсе Сегодня уже заканчивается 3 августа А я хочу вернуться в 13 июня этого года В ночь с 12 на 13 июня я впервые поехал в Калифорнию Ну, точнее, приехал в Калифорнию Сделал благополучную доставку в Сан-Бернандиньо Вспомнил, как это жить в жаре Было ужасно жарко И направился уже на следующее утро То бишь 13 июня на следующую загрузку И до загрузки я не доехал Повредили бак Не знаю, наверное, под замену Мятам нельзя, наверное, ездить Повредили юбку Поворотник Здесь вырвало Колесо так Неплохо задето Я не уверен, что там по ходовке С акселями, что там-то как-то Это не слишком плохо, но... Где ты идёшь? А? Где ты идёшь? Где я идёшь? Да Это не так далеко Может быть... 19 метров от здесь Чтобы пикап Это машина, которая... Меня въехала В общем, ещё раз Получается, что они ехали оттуда Я ехал посередине С этого направления В этом направлении И так как была дорога перекрыта Нас пустили всех посередине А эта машина выезжала отсюда Никого не пропустила И этот трафик начал останавливаться Я уже был посреди дороги Они просто не останавливались Накатились мне под колесо В общем, так всё и случилось Въехал полицейский Люди там пожилые За рулём были Спаноговорящие Женщина сидит под пальмой А вот водитель сам Мужчок Надеюсь, всё это закончится Побыстрее Надеюсь, всё это закончится Сейчас по-быстрому Представьте дорогу Две полосы в одном направлении Две полосы в обратном направлении И посередине между ними медиана Еду я никого не трогаю Впереди роудворк И стоит LED sign Который показывает, что Трафик в моём направлении Должен двигаться по этой медиане То есть в какой-то момент Мы должны объехать Внутри конусов То есть дорога была Выставлена конусами Первый приехал вот этот испаноговорящий полицейский Он долго беседовал с теми ребятами Я по-испански не понимаю В общем он долго с ним проводил беседу После чего сказал, что он оформлять нас не будет Он не имеет права на это Это не его юрисдикция Не его территория И он просто вызвал других копов Которые работают на данной эреи Приехала скорая Едет пожарка Полицейский говорит о том, что Не обязательно нам ждать репортов от полиции То есть это не его юрисдикция И в общем Они хотят, чтобы просто Менялись информации И я поехал Я не особо уверен, что это так легально Полицейский говорит, что это так Но это опять-таки не его юрисдикция Достаточно ли это будет? Интересно, в чем дело закончится? Я думаю, полицейский репорт нужен обязательно для этого Сейчас я свяжусь со своим диспетчером Узнаю Так же здесь, если видно Эта дорога только для заезда А они отсюда выезжали То есть я ехал еще раз оттуда В этом направлении Ну это я уже отъехал Удар получился там, где машина стоит Потому что я уже Мне пришлось проехать вперед Потому что я заблокировал трафик Была доступна только Одна линия Вот это посередине И человек вот получается Выезжал и сразу Начал выезжать налево Приехали полицейские Сделали репорт Да, жалко Вроде с ними все в порядке Приезжал два раза скорый Но все обошлось Все нормально Так, ну получается удар был Вот здесь Это два-три конуса То есть вот здесь я остановился Где конус тот заканчивается Последний на дальней стороне А дальше потом просто протянул Чтобы не мешать Чтобы люди могли выехать Потому что за мной еще машины ехали Впереди меня машины ехали Пока мы ждали полицейских Я разговаривался с рабочими По поводу всей этой ситуации И они мне сказали следующее Если понадобится какая-то Дополнительная информация По происшествию То они могут предоставить свой отчет Так как они вели дорожный работ На данной территории Во время происшествия То с них будут требовать тоже рапорт Отчет И у них будет свой кейс номер Если понадобится какая-то Дополнительная информация Либо что-то еще То я всегда могу с ними связаться И они предоставят данную информацию Основания были такие И что эти ребята Которые ехали на этой машине По-моему они Хотели сбросить вину на меня Что я Легкой на траке Гнал на все 100 рублей По этому roadwork Вообще вот такая вот хрень иногда случается Взяли всю информацию Дали кейс номер Дальше уже инширы Будут разбираться Как что и где Сейчас надо будет писать Еще раз ситуацию Просили видео заснять И все такое В общем Не без этого Я был на ходу И соответственно Я поехал на следующую загрузку На следующий пикап И буквально часа через 3-4 После всего этого инцидента Точнее после моей загрузки Это уже было наверное Часов 6 или 7 Местного Времени Вечера Мне позвонил Представитель иншуранс Тех ребят И в общем Что она говорила Она долго Не могла понять Что именно Их клиент повредил Потому что она пыталась Мне навязать В тот момент Чтобы я запарковал Свою машину Где-нибудь на парковке Для дальнейших инструкций Как они будут Оценивать ущерб Который те ребята нанесли Но при этом Они не собираются Оплачивать эту парковку Так как У них это вообще не предусмотрено Когда я им сказал Что я уже загружен грузом И не могу оставить Трейлер На стоянке В общем они долго удивлялись И когда поняли О чем конкретно идет речь Когда я им скинул фотографии Что конкретно Они повредили Они сказали Окей и я могу ехать Спустя где-то 3 дня Мне пришло письмо О том что Эти ребята Не собираются мне Ничего выплачивать Это первое Второе То что Они считают Что виноват во всем Энциденте я До тех пор Пока я не докажу Обратное И пункты были там Следующие Что я ехал с превышением Второе Я не должен был Там вообще Ехать И третье Что же было третье И третье Я был невнимателен Я так понял Что они рассказали Свою историю Своей иншуранс Компании И те В общем сделали Определенные выводы Конечно же В их пользу Потому что Выплачивать кому-то Они никогда не собираются И все эти вот Тяжбы Они могут длиться Очень и очень долго Причем у них В иншуранс был Один пункт Который мне сказал Мой агент Мои иншуранс Я на свой иншуранс клейм не делал Но тем не менее Мы с ним Очень активно общались По этому поводу В общем что он сказал В их иншуранс В полосе Был такой пункт Что Все повреждения Которые нанесли Они Иншуранс будет покрывать Только До пяти тысяч долларов То есть Если ущерб был бы Больше То Они уже это не покрывают И надо напрямую Разбираться Уже непосредственно С этими людьми Они могут предоставить Справки о том Что они мало зарабатывают Либо вообще не зарабатывают И В общем это могло Закончиться Очень-очень Не очень В ответ на это письмо Я созвонился С представителем Их иншуранс компании И В общем Рассказал Как все было И они сказали У них совершенно другая информация На что я им отправил Следующие фотографии Которые объясняют Немного Суть до дела Говорить о том Что в течение четырех дней От них все равно Не последовало никакого Ни ответа Ни привета Наверное не стоит И когда через четыре дня После того Как я отправил фотографии Я с ними созвонился И спросил Меняете ли вы решение Они сказали Что фотографии нет В итоге я им отправил их еще раз И созвонились мы еще Через пару часов На что они мне сказали Что им для дополнительной информации Необходимо фотографии Трака целиком И что там был Еще задействован Пере То есть Они до последнего Думали что Основной удар Пришелся на Пере трака И когда я им это все послал Они сказали что Теперь мы будем ждать Отчета от Полицейских О данном Репорте Но когда Я позвонил В местный Точнее В Сан-Бернандине Этот Полицепартмент Они мне сказали следующее Чтобы получить Полицепорт Мне надо Выполнить Есть два пути Либо Сделать запрос Письмом И Это займет Внимание От четырех До шести Недель Чтобы они мне прислали Отчет Об этом инциденте Это Калифорния Это Впереди планеты всей Или Мне надо Найти представителя В Калифорнии Человека Которому я Разрешу Взять вместо меня Этот репорт И он уже отправит мне Абсурд Понятно что Данная схема Я не воспользовался И Я попросил Просто своего агента Который Занимается Моей иншурн Чтобы он связался С теми агентами И попросил их Уже непосредственно Так как они находятся Там на месте И они обязаны Взять репорт От тех людей Которые были виноваты Потому что они там прописаны Им легче просто Взять по месту Сделать эту копию И чтобы они прислали нам Друзья Взять Друзья Угу Субтитры сделал DimaTorzok